Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. Информационно-познавательный проект «Автостоп-шоу» приветствует вас на Пилот-радио. Наш рулевой автомобильный журналист, автоэксперт Владимир Яурый. Я Марина Семенова. Вновь с вами. Добрый вечер. Привет всем фанатам и фанаткам автомобиля, а также им сочувствующим. На протяжении получаса мы будем обсуждать вопросы, связанные с автосервисом. Разбираться во всех тонкостях нам будет помогать авторитетный эксперт Игорь Гранин, технический директор Еврорепаркарсервис Нортавто. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Итак, наш гость, эксперт дня, пришел не с пустыми руками. Для тех, кто проводит немало времени за рулем, у него есть специальный тематический автоприз. Сегодня это ни много ни мало. Сертификат на услуги Еврорепаркарсервис Нортавто на 10 тысяч рублей. Обязательно разыграем его среди слушателей автостоп-шоу на Пилот-радио. Кстати, вопрос будет на внимательность, так что слушайте программу, следите за эфиром, не пропустите старт розыгрыша. И вам обязательно повезет. Да, поучаствуйте. Ну и, конечно, впереди вас ждут наши познавательные рубрики. Это автофакты и авторелиз. Кстати, предлагаю с рубрики авторелиз и начать. Почему бы и нет? Да, отправная, наверное, точка нашего сегодняшнего разговора. Итак, авторелиз. Авторелиз. Опрос, проведенный аналитическим агентством Автостад совместно с порталом Автомейл.ру, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев, их 83%, предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. На независимое СТО в этот период жизни автомобили обращаются только 8%. Оставшиеся 9% делают это самостоятельно или у частного механика. Как только гарантийный срок заканчивается, соотношение резко меняется. К официальным дилерам обращаются значительно меньше автовладельцев. Уже только 23%. В то время как популярность независимых СТО, напротив, становится выше. Возрастает до 38%. Опрос проводился в июле 2019 года. В нем приняло участие более 6 тысяч автовладельцев. Вот такие, да, у нас цифры. У меня как раз первый вопрос нашему автоэксперту. Игорь, на ваш взгляд, чем характеризуется эта статистика? Почему народ не доверяет дилерским центрам? И вообще, чем грозит отказ от дилерских услуг? Народ на самом деле доверяет дилерским центрам, если мы смотрим на эту же статистику. Ну да, пока он на гарантии. И когда после гарантии? Если по той же статистике автостата, мы видим, что критерии оценки дилерского центра и независимого СТО находятся на одинаковом уровне среди потребителей, скажем так, автовладельцев. Но что-то их толкает поменять. Но выбор остается за независимыми после гарантии. Их толкает две вещи. Найти независимую СТО. Именно независимую СТО. Не уйти в гараж, а поехать в какой-то похожий на дилерский центр. Похожий. С таким же уровнем комфорта и услуг. Толкает их на это пойти стоимость работы, стоимость запасных частей. То есть это главные вот эти критерии? То самое, что предлагают независимые СТО. Это единственные два критерия. То есть люди, у которых закончилась только что гарантия, автомобиль там 3, 4, 5, 6 лет. Вроде он еще почти как новый. А он еще почти как новый, но человек уже хочет сэкономить. Он уже хочет подешевле работу, подешевле запчасти. Но он еще не готов прыгать на холоде в гараже. Он хочет получить те же самые комфортные условия, клиентскую зону, какую-то гарантию на работу и все остальное. Поэтому он выбирать начинает уже независимый СТО. Либо оставаться у дилера, либо независимый СТО. Но в гараж они еще не едут. А вот как, на ваш взгляд, может выглядеть картина, ну, скажем, такая оптимального порядка, когда это вроде бы будет еще и качество дилера, а цены будут как бы у независимых СТО? Вообще, возможно такая ситуация? Да, конечно. Такая ситуация возможна. И, возможно, она у тех, скажем так, независимых СТО, которые входят в какую-либо сеть, где есть еще и свои запасные части определенного бренда. То есть за счет этого можно снизить, по крайней мере, вот эту составляющую стоимость запасных частей? Да, естественно. То есть где предлагаются еще качественные запасные части, но они более дешевые, чем оригинал. Ну, вот, кстати, сказать, если говорить о качестве, что является критерием? То есть многие, я знаю, приобретают, ну, самые дешевые какие-то комплектующие в надежде, что, ну, если это подшипник, то он же подшипник. Что с ним будет? Что с ним будет? Ну, поставлю свой автомобиль и буду ездить. Единственный критерий качества – это ресурс, на самом деле. Ресурс – это запасная часть. Если вы покупаете подшипник стоимостью, там, 2000 рублей и покупаете подшипник стоимостью, грубо говоря, 500 рублей, то вы как бы экономите полторы тысячи. Ну, да, да. Но на подшипнике стоимостью 2000 рублей вы проезжаете 20 тысяч километров, на подшипнике стоимостью 500 рублей вы, например, проезжаете 1000 километров, где экономия. Ну да, то есть вы этих подшипников за это время поменяете как раз на эту же самую сумму. Хорошо, вот я уже опять вопрос еще раз свой задам. Существует ли вообще, на ваш взгляд, какое-то решение, когда бы вот эти вещи совместить, то есть качество, вернее, невысокие цены и расходных частей, и стоимость работ, и качество дилера? То есть возможно такое решение? Я знаю, что у вас оно есть. Да, как я уже сказал, это независимые сто, которые объединены в какую-либо сеть. В частности, это Еврорепаркарсервис. Это европейская сеть технических станций, она уже достаточно развита, в той же Франции находятся 1400 станций. Ну вот сейчас как раз, я думаю, мы послушаем нашу рубрику. Давайте рубрику «Автофакты» мы послушаем прямо сейчас, там как раз об этом. Автофакты. Еврорепаркарсервис. Широкая сеть, объединяющая более 1400 сервисных центров во Франции и 3200 сервисных центров в Европе. В ней работают опытные профессионалы, обеспечивающие техническое обслуживание и ремонт автомобилей всех марок в соответствии с предписаниями производителей. Ну вот как раз мы про это сейчас и поговорим, я так понимаю, про Еврорепаркарсервис. Кстати, а сколько в России этих независимых дилерских мультибрендовых центров? Ну в настоящий момент уже около ста. Около ста, это вообще хорошее показательство. Ну естественно, многие начали расти из Москвы. Да, если учесть, что сеть в России стартовала в декабре прошлого года. Ага, быстро. И уже за год, уже около ста СТО по стране. Ага. Как вот вы пришли к тому, что вам надо участвовать в этом проекте? Ведь у нас, казалось бы, существует собственная дилерская сеть, которая вполне бы устраивала. Или вот как раз необходимость удовлетворить внимание вот этих клиентов, которые уходят в вольное плавание? Да. Во-первых, мы хотели помочь этим клиентам, чтобы у них не было муквыбора, и они остались знакомы уже к компании. Как вы знаете, компания NordAuto в этом году отпраздновала 25 лет. Аллажерный возраст. Да. И почему мы тоже стали заниматься еще мультибрендом СТО? Компания NordAuto и начиналась с мультибрендового СТО. Официальным дилером Renault, первого бренда иностранного в Тверском регионе, мы стали только в 2004 году. И только с 2004 года компания NordAuto стала развиваться, как и дилерская сеть. Но мы никогда не выросали мультибрендовое СТО, и когда мы узнали о том, что существует такая сеть, в которой есть ключевое преимущество перед другими сетями независимых СТО, это своя линейка запасных частей EuroRepar, которая качественная, которая имеет гарантию 2 года. Ну, какие еще запчасти имеют гарантию 2 года? Ну да, то есть в том же магазине где-то купленном, а то и на развале. И которая стоит, ну, порядка 40% дешевле, чем оригинальные запасные части на те же автомобили. Вот мы, естественно, решили, что нам это надо. Поскольку мы всегда работали с мультибрендом, мы решили развиваться еще и в этом направлении. Хорошо, мы говорим о том, что, значит, существует линейка EuroRepar. Но мы также знаем о том, что вот этот EuroRepar Car Service, это детище PSA Group. То есть это Peugeot, Citroën, казалось бы. И как вот они могут учесть потребности других автомобилей? Вы же не ограничиваете свою линейку только Peugeot и Citroën? Да. Или Land Rover? Нет, не ограничиваю. Они к вам приезжают, нет, кстати? Приезжают. Приезжают. А вообще, какие автомобили чаще вот заезжают, по вашему опыту? В топе заездов у нас находится Ford. Неожиданно. Но сейчас вполне объяснимо, Ford ушел, из России, наверное, их будет еще больше. А наши отечественные, кстати сказать, бренды заезжают. Лады? Конечно, заезжают. Серьезно? Лады заезжают, да. То есть вроде бы, вот по моему мнению, владелец Лады это тот человек, которого руки растут из нужного места, и он, как правило, при первом же удобном случае, норовит отказаться от каких-либо... Но есть еще и девушки, владельцы Лады, которым нужно все-таки приехать. Об этом я не подумал. Действительно, в комфортные условия. Еще есть владельцы премиальных брендов, которые также любят комфорт, но все-таки тоже хотят уже экономить. Поэтому они тоже уже начинают перетекать, искать какие-то независимые СТО, ну и находят нас. Ну да, 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 да. Кстати сказать, а как вам вот можно удобнее попасть и записаться? Ну, удобнее всего нам записаться через сайт. Ага, то есть... Да. Евро-репорт-верь. А, просто так набираешь... Да, Евро-репорт-верь, вы находите наш сайт, есть форма онлайн-записи, записывайтесь. Если вы любите звонить, то, пожалуйста, телефон 3-7-903. Легко запоминается 3-7-903. Ну да, да, да. Скажите, у нас же в Твере не только вы, да, независимые СТО, есть еще и ряд других, но почему... Что выделяет у вас, да. Да, что вот... Почему должны люди выбор в пользу вас сделать? Ну не должны, а делают, скажем так, те же владельцы. В чем конкурентные преимущества? Как я уже ответил, самое первое конкурентное преимущество – это своя линейка запасных частей. Мы готовы предложить людям запасные части Евро-репорт для их автомобилей и Тойоты, и Ситрояна, и Пежо, и Рено. То есть они в примере унифицированы настолько, что они подходят. Да, и Форда. Нет, они не унифицированы, они именно для этих брендов. А, то есть в этой линейке Евро-репорт... Линейка Евро-репорт, она выпускает запасные части... Она не только Пежо и Ситрояна. Не только Пежо и Ситрояна. Она выпускает запасные части для европейских, корейских, японских автомобилей. Ну да, и американских, наверное, если кто-то приедет сюда. Поэтому это основное, самое первое преимущество, и мы даем на них гарантию 2 года. То есть если какие-то вопросы с поломкой произошли, то вы... Да, двухлетняя гарантия на них. Хорошо, это одна из составляющих. Вторая составляющая, это то, что компания Нордавт уже на рынке давно, это дилерская сеть. Мы привыкли работать по дилерским стандартам, и мы в мультибрендовое СТО работаем также по дилерским стандартам. Так как работаем уже, как привыкли. Ну вот, кстати сказать, вот передо мной тут лежит статистика того же Автостата, и написано, какими критериями отвечают выбор независимых станций техобслуживания для постгарантийных автомобилей. Так вот, высокая квалификация персонала, это 67,8% респондентов, которые именно этот критерий ставят первым. То есть по этому критерию, я так понимаю, что вы проходите... Средний стаж работы механиков нашей СТО, это средний стаж, 7 лет, только у нас. А где они подтверждают свою квалификацию? Ну вот, кроме как стаж. Существуют какие-то курсы и что здесь? Они проходят курсы, обучение, они постоянно работают с разными автомобилями, набираются опыта, обучают друг друга, помогают друг другу, да. Мы проводим еще обслуживание, мы пользуемся стандартами тех производителей автомобилей, которые мы обслуживаем. Ну, это важно. Если к нам приезжает, допустим, Toyota, мы будем делать ТО по регламенту Toyota. Если к нам приедет Kia, мы будем делать ТО по регламенту Kia. Ну да, или Audi. Да. То есть будет тот же премиум бренд, который мы коснулись. Да, любой бренд мы будем делать ТО, у нас есть регламенты, мы их придерживаемся, будем делать по их регламентам. То есть человек может быть именно тот самый случай, о чем мы говорили, то есть комфортная обстановка и квалифицированный персонал. Но ведь это тоже еще не все, насколько вот я тоже опять перед собой вижу, стоимость работы, она тоже является каким-то определенным критерием, который привлекает или отталкивает от посещения. У вас стоимость работы, вот насколько она высока, низка, конкурентная способность ее на рынке НСТО? У нас стоимость работы, если мы возьмем рынок нашего города, мы не будем брать область, мы возьмем наш город хотя бы. Кстати, в области ведь тоже есть у вас свой маленький евро-репарк-сервис? Да, есть в Варжеве, в Варжеве у нас евро-репарк-сервис тоже. У нас все слышите в Варжеве, да? Насколько я помню, так что... Да, если слышите, можете туда обращаться смело. То есть там будут все те же критерии, независимо... Все те же абсолютно, те же запасные части, та же двухлетняя гарантия на эти запасные части. И такой же квалифицированный персонал. Да, совершенно верно. Вот, мы видим, что у нас на рынке города цены на одинаковые работы скачут, ну, просто очень сильно. Ну, да, это тоже... Очень сильно. Если мы возьмем такую популярную работу, как замена цепи ГРМ, ну, когда-то даже на цепных моторах приходит время поменять цепь ГРМ. К сожалению, да. То мы видим, что стоимость работ на независимых именно СТО, на одну и ту же машину, одного и того же бренда, я не буду называть какой, это неважно, сейчас колеблется от 14 до 5 тысяч рублей просто. Это и только работы. Это не считают... Это только работы, да, это не считают запасные части. При том, что цена у дилера, этого бренда, на замену этой цепи, да, составляет 10 тысяч рублей. Неплохой расклад. То есть некоторые независимые СТО даже вот... Умудряются делать дешевле. Делать дороже. А, дороже. Дороже. От 14 до 5. От 14... Ну, 500, это самое, явно люди демпингуют, чтобы привлечь людей. Они явно на чем-то другом заработают. А остальные просто не кисло живут. Вот так и рождаются легенды о том, что автосервисы, это такие жирные коты, которые... Ну, я думаю, что Европарк Арсервис не относится к их числу. Европарк Арсервис, конечно, к их числу не относится. В нашем случае это составляет 8 тысяч рублей. Ну да, ну да, не 14, почти в два раза. Дешевле, чем у дилера, но и не 5, и не 14. Ну да. Ну и основная причина, я думаю, потому я думаю, я не утверждаю, я просто думаю, мы проводили исследование свое, но мы же не выясняли полностью, почему так. Это, скорее всего, потому что цены многие из СТО, они берут, ну, грубо говоря, скажем, с потолка. Ну да, то есть захотелось вот именно так. А дилеры работают по нормы часа. Есть стоимость нормы часа, есть нормы часа, сколько эта работа производителям предписана, умножаем одно на другое, получаем стоимость работы. Мы в Европарк Арсервисе также работаем по нормы часам этих производителей. Мы берем количество нормы часов, предписанное производителям на эту работу, умножаем на стоимость нашего нормы часа, получаем цену. То есть независимо от того, сколько действительно фактически эта работа проводилась, то что некоторые считают так, что есть норма час, задача производителя как можно дольше машину продержать на сервисе, потом умножить эти нормы часы на факт. То есть это заблуждение. Это заблуждение, да. Есть нормы часы, указанные производителем. Если на эту работу отводится 3,5 часа, сделают ее за 5 часов, заплатят и за 3,5 часа, да. Ну да. Это примерно 3-4 часа. И здесь независимо от того, закисла там гайка, приходится ее там откручивать, это уже проблемы сервисной станции, а не клиента. Хорошо, отлично. Хорошо, то смотрите, мы сейчас говорим о вот таких вещах, как стоимость и работ из запасных частей. А вот на работу тоже какие-то гарантии распространяются? То есть вот вы сделали какую-то работу. Естественно. Если эта работа связана с заменой запасной части, то гарантия на эту работу равна гарантии на эту запасную часть. Автостокшоу на Пилот Радио продолжается. Эксперт дня сегодня Игорь Гранин, технический директор «Еврорепаркарсервис Нортавто». Он, кстати, готов подарить одному из слушателей Пилот Радио автоприз. Его разыграем буквально через несколько минут. Ну, а сейчас мы, конечно же, продолжим наш разговор. Игорь, вот опять-таки обращаясь к табличке, которая предоставлена автостатом, при выборе независимых СТО, люди, вот в частности, обращают внимание на такой критерий, как удобность подъезда и возможность нормально припарковаться. Вот «Еврорепаркарсервис» этим может похвастаться тоже? Да, конечно, может. Парковка у нас большая. Кстати, где она находится? Да, находимся мы на Московском шоссе, дом 11, корпус 1. Вот это Тверской наш. Есть также еще и в Оржеве. Ну да, как мы уже говорили. Причем, если вы подъедете, вы сразу найдете безошибочно, потому что на этом боксе, на этом, вернее, ангаре, там висит эта вывеска. Да, большая оранжевая вывеска, «Еврорепаркарсервис». Вы сразу ее найдете и увидите. Московское шоссе, как вы знаете, это одна из основных магистралей города, по ней всегда ездят, то есть к нам подъехать очень удобно. Трасса оживленная, да. Да, если вы не хотите у нас ждать, например, обслуживание, оно там затянулось, у нас еще есть интересная услуга, автомобиль на время ремонта. Вот это вот точно, я знаю, что... Да, то есть вы можете прекрасно заказать себе этот автомобиль, взять у нас его в аренду и поехать на нем по своим делам, пока мы ремонтируем ваш автомобиль. Бесплатная услуга? Нет, услуга платная. Теперь же сказали, в аренду взять. Да, цена достаточно дешевая, то есть будет недорого, дешевле, чем войдется такси, съездит туда-обратно. Вот. Это называется «договоримся». Да. Такую услугу, я думаю, редко какую независимость с того предоставляет. Да, если предоставляет. А акции у вас вообще какие-то есть? Вот в независимых СТО или это только прерогатива дилерских центров? Нет, конечно, у нас тоже есть акции. Вот сейчас у нас идут очень две хороших акции. И будут идти они до Нового года, до 31 декабря. Уже подарком таким. Да, одна из акций, это если вы покупаете у нас диски, колодки, ну или просто колодки Еврорепар, мы вам их поменяем совершенно бесплатно. И вторая акция... Ну и часа никакого уже не будет. Никакого, будет ноль. Здорово. Вот. И вторая акция у нас тоже сейчас идет, тоже будет идти до Нового года. Если вы у нас покупаете масло Еврорепар и масляный фильтр, мы вам тоже бесплатно поменяем. А вот, кстати, о масле, если говорить, оно именно соответствует тоже критериям? Это, наверное... Масло соответствует допускам. Оно имеет самый высокий допуск ПСА, например. Вот. И допустимо к заливу в самые современные двигатели. То есть, в форсированные... Более того, оно даже рекомендовано ПСА для залива в двигатели автомобилей Peugeot и Citroën. А вот так вот? Да. Но все-таки ремонт, это дело дорогое, да, не у всех, может быть, найдется сразу нужная сумма, может быть, не все к ней были готовы, да, приехал там заменить, грубо говоря, там что-то небольшое, а оказалось, что, ну, дело более серьезное, и, соответственно, все вливается в большую сумму. Какие-то рассрочки вот возможно у вас получить? Есть у нас определенные... Для определенных видов работы у нас существует ремонт-в рассрочку. Ну, а для любых вообще видов работ мы всегда можем ремонт в кредит оформить. Тоже здорово. У нашего партнера банка. То есть, это уже тоже такой аргумент, чтобы действительно... Оформить можно прямо там у нас, никуда не надо ездить в банк. А, совсем удобно. Угу. Я так думаю, что сейчас уже пришло время разыграть наш автоприз. Телефоны студии «Пилот-радио» уже готовы принять звонки от наших слушателей, и вижу, что уже обе линии, а это номера 337-77 и 78-77-10, они уже буквально разрываются. Даже не буду говорить, что звонить можно прямо сейчас, потому что, да, я вижу, что уже звонки у нас имеются. Итак, алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Сергей. Сергей, вы с чем к нам дозвонились? Вы что-то хотели? Ну, поучаствовать в конкурсе. Поучаствовать в конкурсе. Здорово. Итак, Сергей, вопрос даже вы не слышали, но уже изъявили свою готовность. Вы молодец, вы смелый человек. Вопрос, кстати, сегодня у нас будет задавать наш эксперт дня. Игорь Гранин, технический директор Еврорепаркарсервис Нортавто. Поскольку приз у нас замечательный, большой, я думаю, что вы внимательно, Сергей, слушали. Сейчас Игорь задаст вопрос. Игорь, пожалуйста. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вопрос на внимательность. Если вы внимательно слушали эфир, вы точно знаете на него ответ. Сколько лет исполнилась компания Нортавто в этом году? Сергей, ваши варианты? Да. Нортавто? Да. Будет... Раз. Раз. Считаю до трех. Раз. Два. Два вариантов нет. Алло. Какой ваш вариант? Пускай будет 20, не помню. 20 с чем-то там. Ну, это... Так, к сожалению, Сергей, давайте дадим возможность другому человеку, дозвонившемуся. Алло, здравствуйте. Алло, привет. Итак, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Андрей. Андрей, очень приятно. Вы к нам дозвонились, конечно же, поучаствовать в нашем конкурсе. И вы уже слышали наверняка вопрос. Конечно. Ваш вариант ответа? 25. 25. Андрей, вы большой молодец. И вы... Здесь должны были звучать у нас овации. Да, здесь аплодисменты просто. Вы становитесь, конечно, победителем. Правильно, Игорь? 25 лет компании «Нордавто». Андрей, не вешайте, пожалуйста, трубочку. Мы обязательно вам расскажем, как вы получите свой приз-сертификат на 10 тысяч рублей на обслуживание в Евро-Reparkar-сервис «Нордавто». Мы поздравляем еще раз победителя. Игорь, вам спасибо огромное за предоставленный автоприз, за ваши интересные ответы. Ну, мы, конечно, со своей стороны тоже уже готовы проститься с нашими слушателями. Владимир. Да, как обычно, удачи вам и вашим авто. Пока. До свидания. Он победил на этой отдельно взятой планете. Он был вчера, он есть сегодня и обязательно будет завтра. В программе «Автостоп-шоу» на Пилот-радио. Километры полезной информации. «Автостоп-шоу» на Пилот-радио.